Цикл сделан при поддержке группы «Самосбор ВКонтакте». Ты мелкий чиновник. Каждую смену добираешься до родного министерства через этаж КХ-117-С. Квартал назад, там завелись бомжи. Каждую смену ты стараешься как можно быстрее проскочить до нужной лестницы, маневрируя между бродягами. Немытые тела в грязных лохмотьях бесцельно блуждают то тут, то там. Иногда кто-то окликает тебя, просит поделиться талончиком или огоньком. В таких случаях ты переходишь с быстрого шага на бег. Ликвидаторы редко посещают этот этаж, сколько бы каляус им не строчили. Да и на поголовье бомжей эти визиты никак не сказываются, потому тебе остается только смириться. Однажды по дороге в контору ты останавливаешься проверить, не оставил ли ты дома важные бумаги. Перебираешь портфель, не замечаешь шаркающих шагов позади тебя. «Парень, дайте батя наобохмел, батя за тебя кровь проливал, шестерых чернобожников голыми руками завалил». Раздается голос. Вслед за этим кто-то хватает тебя за руку. С ужасом понимаешь, что это подошедший бомж. Вырываешься и, не помня себя от страха, мчишься в контору. Весь день, как на иголках, каждые полчаса бегаешь в сам помещение. И по пять минут моешь руки. Ладонь зудит нестерпимо. То ли от нервов, то ли от септического шока. На следующую смену просыпаешься с тяжелой головой. Хоть и не пил ничего, вот уже семисменок. Пробуждение становится хуже с каждым подъемом, как и твой внешний вид. Начинают шататься зубы, под глазами расползаются огромные мешки. Тело начинает источать ужасную вонь, которую не удается перебить ни мытьем, ни тройным одеколоном. Думать становится трудно, а связать слова в удобоваримое предложение и подавно. Да и голос твой становится хриплым, чуждым. Возможно, потому, что после работы ты все чаще засыпаешь в компании пустой бутылки этанола. Вскоре тебя увольняют за служебное несоответствие. Три смены спустя выселяют из ячейки, но тебе уже все равно. Ты перебираешься на этаж КХ-117С, знакомишься с местными, потихоньку налаживаешь свой бездомный быт. Место хорошее, жильцов мало, да и ликвидаторов почти не бывает. А у идущих на работу граждан порой можно выцеганить талончик другой, а то и белковый паек. Не жизнь, а сказка, одним словом. Впрочем, кое-что все же беспокоит тебя. Порой провожая взглядом бежащего чинушу, ты чувствуешь какой-то смутный приступ ностальгии. Тревожные воспоминания пытаются пробиться сквозь застилающий голову туман. Впрочем, с каждой сменой туман плотнее, а глоток этанола избавляет от любых тревог. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ